В предыдущей главе... Мы еще не познакомились? Тихо. Выработавшись из опасной ловушки, пройдя относительно часа два-полтора, я встретил своих прошлых спутников. Благо, я вооружился, у меня появился и нож, и пистолет. Подойдя ближе к данному зданию, было понятно, что там кто-то живет. Ну, или что-то живет. Дверь была забаррикодирована. Но, может, было пролезть через окна, там, слева и справа. Но это же невежливо. Играет музыка. Быстрее, быстрее съебывайте. Быстрее съебывайте. Я периодически смотрел карту, карта уже была довольно убитой, пометки уже стерлись. В это время я очень сильно сожалел, что не раздобыл где-нибудь масло, чтобы карта более-менее хотя бы сохранилась. Но это лучше, чем ничего. Точка, блядь. Да, так же. Сколько времени сейчас? Блин, время работает не на нас. Выйдя из леса, мы наткнулись на маленькое строение. Или небольшое строение, неважно. Мне сразу стало не по себе. Я насторожился. Больно было тихо. 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 Тихо. Смотрите по фонду. Ничего в данной маленькой пристройке не было, видимо все уже давным-давно вынесли до нас, но зато ребята нашли воду в кустах или где-то я не помню. Пока аккуратно идем по горной дороге, смотрите по странам, потому что, блядь, теперь дорогой выскочит прямо. Место, место, блядь. Место, место, блядь. Место, место, блядь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...